Пока малыши гуляют, нянечки заботливо разливают суп по тарелкам. Сейчас горячий обед расходится на ура. Не просто питание, способ согреться. За окном уже осень, а потому поддерживать комфортную температуру воздуха в помещении становится все сложнее, говорят в руководстве детского учреждения. В связи с повышением погодных температур, в связи с ночными температурами, которые уже стремятся к нулю, в здании снизились температуры, стало прохладно, влажно. И для того, чтобы дети не болели, чтобы дети чувствовали себя комфортно в стенах детского сада, было принято решение подать заявку в гортеплосеть на подключение отопления. Ждать общегородского подключения к теплу здесь не стали. Санитарные нормы не позволяют. Впрочем, как и еще и в нескольких десятках социальных учреждений. Сегодня батареи уже горячие в 30 детских садах, 8 больницах и 6 городских школах. На очереди в гортеплосети еще десятки заявок. При наличии заявки детские учреждения вызывают свою обслуживающую организацию, МАУЧ-сервис, представители этой организации и занимаются подключением. Мы, собственно говоря, фиксируем сам факт подключения. То есть проверяем, чтобы система работала как раз в экономном режиме, работала правильно. В трубах журчит теплоноситель. Горячая вода, которая теперь будет постоянно циркулировать в отопительных системах детского сада. К вечеру батареи нагреются и уже на следующий день малыши придут в теплые группы. Но на повороте вентиля работа обслуживающей организации не заканчивается. В течение нескольких следующих дней сантехники должны убедиться в том, что в радиаторах и трубах вода, а не воздух. Для этого придется даже подняться на чердак. Звук, который вы слышите, это воздух, который выходит из теплосетей. Теплосети дальше заполнятся теплоносителем и в садике станет по-настоящему уютно. Теперь в детском саду холодно не будет. И жарко, кстати, тоже. Отопительная система здесь – это трубы с прибором климат-контроля. Он запрограммирован выдавать именно столько тепла, сколько требуется в зависимости от погоды на улице и времени суток. Это не только поможет соблюдать санитарные нормы, но и экономить. А вот в жилых домах режим экономии продолжится за счет холодных батарей. Вологодские квартиры отопление придет уже в сентябре, но не раньше, чем через пять дней. Мы уже с вами формулу выучили. Когда устойчивая температура наружного воздуха будет ниже, чем плюс 8. Температура считается как среднесуточная. Пока мы такой температуры не видим, то есть до 15-го мы запросили прогноз, такого понижения температуры не ожидается. Поэтому думаю, что вторая половина сентября. А по самым последним данным метеорологов, прогноз оказался еще более благоприятный, чем ожидалось. Сезонное похолодание не даст о себе знать еще больше недели. Среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов только после 20 сентября. Павел Громов, Василий Попурин. Новости Вологды. Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...